Ну что, дорогие друзья, приветствую вас! Сегодня подкаст с известной танцовщицей, прекрасным хореографом Баина Басанова. Вы все, наверное, ее знаете, но кто не знаете, посмотрите танцы. Я вчера набрала Баина Басанова танцы и мне выскочило, что ты была в первом сезоне. Было такое? Да, но там мне не показали, поэтому это как-то... Да? А я прям увидела в интернете вырезку с твоим танцем. А, это уже позже выложили, они уже после третьего сезона. А, то есть они переигрывали. А я же смотрю, странно, ну я первый сезон просто его все, наверное, смотрели и думаю, как я тебя не видела, а видела только в третьем сезоне. Ну, кстати, в третьем я тоже участвовала, но меня там 10 секунд не показали. Ну вот та же история. Вот. Я думаю, интересно, когда это было? Да, было дело. Было дело. Слушай, ну я посмотрела с первого сезона вот этот вот танец, который не выложили, а потом выложили. Я сразу поняла, что ты художественной гимнастикой занималась. Ну да, там это видно. Видно, да. Я там два года танцую и все. Ну а гимнастикой сколько ты занималась? Ну лет 10 точно занималась в детстве. Да, я сразу поняла, что ты серьезно. Только там видно. Видно, да, видно. Сейчас особо не видно уже, потому что танцую. Да, но там прям активно видно. Ну, когда не умеешь, берешь тем, что умеешь. Поэтому... Ну, я считаю, что это все равно отличная база. Да, база неплохая физическая, но приходилось много переучиваться, потому что все равно там какие-то паттерны были уже заученные. Я понимаю о чем-то. Это тот вариант, когда я сразу вижу, что девушка бальными танцами занималась. Это ни в коем случае неплохо, но просто есть, да, такие вот звоночки. Да, да, я тоже вижу и гимнасток, и бальниц чаще, и пилонисток часто. Ну, да, просто, ну, по физике, даже не по физике, а по движениям, по каким-то особенностям это заметно. Да, это ни в коем случае не негативно сказано, а просто как факт. Ну, как мы выяснили, ты сейчас в активном преподавании и оффлайн, и онлайн, правильно? Да, преподаю, да, мне нравится. Сколько раз в неделю ты... Немного я преподаю. Оффлайн у меня всего лишь три раза в неделю. Ну, и плюс я уезжаю на выходные, преподаю. Вот, а так раньше еще два раза было. Но сейчас очень большие проблемы с залами в Петербурге. Да, поэтому пришлось как-то расформировать расписание, и вот как-то так. Но я не перерабатываю. Да, работаю столько, сколько в кайф. Ну, хотя я много работаю, потому что в итоге, получается, ты и оффлайн ведешь, и самотрены нужны, а это тоже как работа. Вот, плюс онлайн. Ну, конечно. Онлайн тоже много времени занимает, очень. Вот. А скажи, такой вопрос от подписчицы, какие виды стрипа бывают. У нас нет определенного родного грува, скажем так, чтобы вот в хип-хопе все равно раз и видишь, да, как человек грувит, и видишь его кач, там, и так далее. В контемпорале тоже, там, смотришь, флоу есть определенный, да. У нас такого нет. Вот. И каждый, можно сказать, таки заимствует, это мое мнение, сугубо мое мнение, каждый заимствует этот грув, так скажем, с каких-то других стилей. Например, Ира Подшивала, она чаще всего танцует на хопперском груве. Вот. Я танцую на потоке. Это мой грув, который я максимально ощущаю, который мне максимально близок. Я вот так ощущаю музыку. Вот с таким грувым. Вот. А многие вообще не парятся и просто делают как механический сбор движений без какого-либо грува и, в принципе, тоже активно и успешно танцуют. Вот. Поэтому я называю это жанровость, может быть, это не совсем корректно, но она как бы есть, да. Кто-то танцует Аля на хип-хот, кто-то в эксперименты ударяется, да, там ищет какие-то новые формы для себя, а не только. Кто-то танцует в некой, вот, флоуной манере, как я, да. Вот. Кто-то даже крамп пытается грув в крамперский добавлять. Вот. И так далее. В общем, люди экспериментируют как могут, находят себя в этом стиле, на то он и без рамок. Как я это понимаю? Это не значит, что ты все, что угодно можешь туда добавлять без разбора. Для меня это то, что ты можешь вдохновляться всем, чем угодно, внедрять все, что угодно, но самое главное, это чтобы было стилизовано. Стилизовано, максимально органично смотрелось с человеком, с его видением, с музыкой, с движениями, ну, даже не с движениями, а с характером движений, который, с которым он наполняет эти движения, вот. Которым он наполняет. Вот. Так что для меня вот это свобода. Плюс, когда говорят, делай, что хочешь, свобода, вообще все, что угодно. Представьте, вот человека в пустыню или там в лес закинуть и говорит, делай, что хочешь, свобода. Человек потеряется. Вот. Поэтому для меня все равно некие условия, скажем так, они должны быть. Вот. В данном случае для меня условия в стрипе, в фреймап-стрипе, это быть все равно в органичности с этим стилем, с каблуками, которые у тебя на ногах. Вот. И так далее. Просто каблуки тоже можно по-разному расценивать. Кто-то расценивает просто как атрибут женственности, сексуальности и так далее. А кто-то расценивает это как элемент, как продолжение ноги. Ну, для меня это по-разному. Я иногда могу и так, и по-другому, в зависимости от характера моего танца и моего настроения в данный момент. Вот. Иногда это реально для меня атрибут женственности и сексуальности. А иногда я расцениваю это как продолжение моей конечности, как некая моя такая форма конечности. Вот. Поэтому там, конечно, уже просто немного расширяется взгляд на сам стрип, на сами каблуки. Вот. И можно творить очень крутые вещи. Вот. Как-то так. Тогда такой еще вот вопрос. Обязательно ли фреймап-стрип должен быть сексуальным? Да, не обязательно. Это сейчас тренд просто активный. И не только во фреймап-стрипе я это вижу, и в хилс, и вообще во всех различных стилях и направлениях. Сейчас тренд такой. Он когда-то был и до этого, тоже все танцевали очень сексуально, даже иногда чересчур сексуально, хотя сейчас тоже иногда есть. Вот. Но это на мой вкус. Кому-то это вообще норм. Вот. А потом немножко все отошло в экспериментал. Людям, видимо, надоело. Они стали искать какие-то интересные для себя формы. И вот сейчас снова вернулась. Ну, мода цикличная, да, тренды возвращаются. Тут самое важное, что они возвращаются под новым, конечно, соусом. Все это смотрится максимально прикольно, если, конечно, реализовано классно. Ну, бывают люди просто ради хайпа, ради трендов начинают вот жестить. Я такое не очень люблю, признаться честно. Поэтому, по поводу твоего вопроса, необязательно сексуальный должен быть как хочешь. Вот. Тем более сексуальность, она разная бывает. Ты можешь даже не особо посыл сексуальный туда внедрять, но это все равно будет в общем сексуально. Такая у тебя внутренняя будет сексуальность, которая считываться будет зрителем на каком-то более глубоком уровне, нежели вот когда на показ. Вот я такое больше люблю, конечно. Но иногда и когда на показ в каких-то, в каком-то контексте это смотрится вау. Это просто человек должен понимать, когда это можно использовать, когда нельзя. Плюс бывает так, что, например, я смотрю, мне не вау, а кто-то смотрит, ему вау. Ну, то есть это еще и вкусовщина и определенные предпочтения. Следующий вопрос тогда, кого ты смотришь из трепух или вообще смотришь ли, может, ты там больше другие направления смотришь, ну вот для себя чисто? Я смотрю многих, я смотрю практически всех, но я не скажу, что я это делаю для какого-то вдохновения и продвижения. Я это делаю, чтобы быть в контексте, чтобы у меня насмотренность не падала. Но скажу так, что за эти годы, и как-то так получилось, что прямо с самого начала у меня есть определенное видение свое, которое только крепнет с годами, с прохождением моего пути. Вот, и я скажу так, что смотря, ну не нужно там смотреть, чтобы там что-то сделать. Иногда, да, я вдохновляюсь и что-то делаю вдохновленное тем, что я увидела. Но это не равно байт там или копирование, нет, я стараюсь этого не делать. Вот, но чаще всего, конечно, для такого супер вдохновения и внедрения в свой стиль я использую другие вещи, другие стили, направления. Мне нравится вот этот этап стилизации, когда я смотрю, когда я что-то новое осваиваю, а потом это привношу в свой стайл, ну в рамках фреймап или стрипа, неважно. Вот, но я смотрю почти всех, и даже учеников, и даже не супер известных, если мне попадаются. Иногда я не досматриваю, то есть я не все досматриваю, даже у топов не все досматриваю. Ну бывает, что не то, что не цепляет, но уже понятно, что дальше. Да, 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 я понимаю тебя. Хорошо, так, тогда вопрос еще от подписчицы. Как красиво ответить людям, что стрип это не просто валяние по полу и не шлющие танцы? Ну, во-первых, зачем кому-то доказывать, да, если человек вот так решил, значит, скорее всего, его не приубедить. Вот, ну там в разговоре, на самом деле, всегда понятно, нужно его переубеждать, переубеждать не нужно, потому что есть люди, которые вот уверены в этом и даже там бессмысленно что-либо говорить. Вот, во-вторых, не надо делать так, чтобы люди воспринимали это как валяние и шлющие танцы. Вот и все. Ну, потому что сами, получается, провоцируют людей такие мысли. Да, я понимаю, мне такое пишут, хотя вообще мне кажется вообще невозможно вот так написать, что это у меня какие-то шлющие танцы. Вот, ну я так считаю, да, поэтому я считаю, что такие комментарии в мой адрес не суперадекватны, ну вот, там уже точно какие-то у людей триггеры возникают, но это и касаемо тех, кто реально танцует очень откровенно. Да, ну если ему хочется, пусть танцует, кого-то, конечно же, триггерит. Ну и я скажу, что и меня триггерит, и порой в хорошем плане, а порой не очень. То есть иногда мне даже, я скажу, неприятно на это смотреть, бывает такое. Я сейчас не про кого-то конкретно, а в общем, да, когда все, знаете, вот на показ, и тебе движения сексуализированные, и тебе одежда, и мейк, и волосы, и вот эти ногти, и все на свете. Потом вот ресницы, выражение на лице, ну вот когда всего ту матч становится, это становится вульгарно и безвкусно, на мой взгляд. И тогда мне, конечно же, не очень, я не очень такое люблю смотреть. Вот когда вот эти, скажем, шлюши танцы, в кавычках, назовем это так, поданные как-то со вкусом, тогда можно и посмотреть. Почему нет? Я не ханжа, да, мне нравится, да, мне нравится, надо смотреть. Просто да, возможно, я на себе такого не вижу, вот, но посмотреть мне такое нравится, если это реально сделано со вкусом. А скажи, вот ты какие вообще упражнения, тренировки используешь для поддержания своей формы танцевальной, физической, ну вот, такой технический момент? Ну, во-первых, я постоянный ученик, я всегда занимаюсь, я хожу на регулярные группы, не по стрипу по тем направлениям, которые мне интересны. Я беру индивидуальные занятия, у меня есть самотренировки, вот, там я могу и сочинять хореографии, и искать какие-то интересные решения, и импровизировать, и тренировать, прям, не просто, не занятия, а именно тренинг, на улучшение качества какого-то движения, или темы, или внедрения в свой стиль, и так далее. Ну, то есть, нет такого, что я просто работаю. А какие направления конкретно тебя сейчас увлекают? Сейчас я занимаюсь вейлингом, ну, уже довольно давно занимаюсь, кстати, и вот продолжаю, мне очень нравится. Именно сейчас, да, не то, что было, да, и сейчас я стала заниматься еще крампом, мне очень нравится, да, такая некая сублимация, да, плюс мне нравится их философия, у них очень интересный стиль по, ну, по видению, ну, точнее, вот, так, наверное, говорю. Философия прикольная, вот, и особенно от тех, к кому я хожу, мне нравится, как они этот стиль видят, и как они мне его преподносят, очень увлекательно, вот. Плюс я вижу в этом некий для себя, может быть, какой-то момент роста, потому что, вот, на мой взгляд, мне сейчас не хватает каких-то таких экспрессивно-вырывных моментов в танце, потому что я очень, там, могу легко погружаться в такое медитативное состояние, флоуное, да, потоковое. Вот, хочется разбавлять танец, ну, всегда есть к чему стремиться, вот, поэтому так. Ну, а какие-то, например, там, акробатические по, или какие-то, там... На акробатику не хожу, не особо фанат акробатики, я могу вставить что-то, вот, умею делать некоторые вещи, но я не практикую, сразу скажу это, и своим ученикам практически не даю. Да, ну, просто я отошла от... Иногда вставляю, но редко, по настроению. Скажи, а тогда вот начинающим нужно ли там растяжкой дополнительно заниматься? Ну, конечно, можно, но могу сказать так, что, в принципе, грамотным исполнением, грамотным вытяжением можно и обойтись, и без этого. Но если человек хочет более быстрого результата, то, конечно, нужно делать какие-то дополнительные занятия, брать. Типа улучшение общей физической подготовки, это все равно даст ему выносливость и какую-то силу и так далее. Ну, закачка мышц плюс это грамотная закачка мышц, это и основа безопасности, потому что человек мышцами контролирует многие движения, и если человек вообще никогда не занимался никаким спортом, ничем, ему бывает очень сложно. А в партере так особенно, у нас очень много силовых моментов, таких силовых контролируемых, которые сейчас уже кажутся нам обыденностью, и мы как будто бы вообще не затрачиваем силы. Но на самом деле все-таки для неподготовленных людей, естественно, это является какой-то новой нагрузкой. Но в целом можно обойтись и без этого, я считаю, если грамотно осваивать стиль. То есть понимать партерную технику, перенос грамотный веса, как тело взаимодействует с полом, как оно видоизменяется при взаимодействии с полом. Просто многие считают, что вот они на полу танцуют, все, но ведь они танцуют не на полу, а с полом. И вот эта связь и диалог вашего тела и пола, это очень основополагающие в нашем стиле, это мое мнение. Вот. Ну, моя философия заключает, когда я преподаю ученикам, это одно из основных, что я им даю. Вот. Ну, ты даешь какие-то упражнения на развитие физ все равно? Нет. Вообще? Нет, я сразу говорю, это мне неинтересно. Если вам это нужно, и вы понимаете, мы все взрослые люди, вы можете это дополнительно где-то взять. Либо бывает, вот новичкам сейчас я внедрила работу с телом с точки зрения эстетики линии. Пилатес, девочку с Пилатеса пригласила, она давала мастер-класс, сразу сказала, что этот урок, как мастер-класс, ваша задача запомнить инструменты и повторять их какое-то количество времени, желательно постоянно, да, чтобы у вас постоянно улучшалось и все суммировалось, приумножалось. Потому что от одного раза, естественно, ничего не будет. Вот. Вообще, по себе могу сказать, что пилатес, либо балетная гимнастика, есть комплекс такой, кто балетом занимался, я просто и тем, и тем занималась, это реально для танцев топчик. Причем для практически любых стилей. Вот я внедряю там и хиллс, и стрип, и тот даже экзотик, ну вот оно линии вот эти вытягивает. Вот, вот, да, 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 и поэтому, ну так как я не специалист в этом, я не мастер-фломастер, да, я пригласила человек. Вот, я считаю, что если вы понимаете, что это нужно в вашей программе, но сами в этом нифига не разбираетесь, зовите специалистов, делегируйте этот момент. Плюс есть момент, что это вам может не нравиться, то есть я понимаю, что мне это не нравится, я не хочу этим заниматься, зачем я буду вести себя к потенциальному выгоранию, если я могу этот момент просто кому-то отдать, кто действительно в этом профильный человек, вот, и в этом разбирает. Поэтому нет, я не веду никакие физи-вещи, потому что мне это просто не нравится. Скажи, а вот у тебя у самой личные травмы по телу были? Ну, благодаря танцам или из-за танцев? Не, ну, конечно, бывает что-то побаливает, но я не скажу, что... Больше это от усталости и от гипернагрузки, вот, но было у меня недавно, вот в апреле, кстати, в марте-апреле, у меня сильно защемило спину. Ну, бывает, периодически что-то щемит, вот как раз-таки из-за гипернагрузки, и когда мышцы сильно в гипертонусе, да, спазмируются, они начинают вот как-то влиять на нервы и пережимают, вот, создавают какие-то болезненные ощущения. Да, естественно, бывает, вот, но... Как с этим справляешься, там, БАДы, добавки, упражнения, ЛФК? Не, я не особо верю в БАДы, если честно. Как-то, как будто бы это очень... Ну, про пиар больше, про какую-то коммерческую вещь. Но какие-то витамины, да, можно, но вот эти БАДы, не знаю, может быть, я не права, я никому не свое мнение не втюхиваю, вот, просто мое мнение. Что я делаю? Отдых, самое важное, это отдых, а для меня отдых, если честно, прямо отдых, это вот когда я полежу и ничего не делаю, да, вот прям реально буду лежать там или спать, вот. Потому что все остальное, там, когда я поехала куда-то, пошла куда-то гулять, это все для меня переключение внимания, фокуса внимания, ты, да, наполняйся, ты вдохновляйся, но это не отдых. Это не отдых, это я тоже очень часто говорю ученикам, что я поехала в отпуск туда-туда, ходила по горам, и говорю, ну, это не отпуск, но в том плане, что это не отдых, конечно. Ну, да, это просто такая смена обстановки, зарядить себя на какие-то новые свершения и так далее, вот. А прямо вот восполниться, мне нужно поваляться, ну, в спа мне нравится ходить. Вот там, где я такая пришла, расслабилась, меня там еще вот так погладили, женщины, главное, что мы с мужчинами почему-то не тяжело расслабиться. Ну, такой, видимо, психологический момент с детства. Ну, потому что я вот росла в такой, в такой культуре, в таком городе, где у нас там все равно это было... Бесподробности. Ну, короче, я поняла, что уже не туда пошла. Нет, никакого, короче, у меня не было никакой травмы, никакого происшествия, ничего. Просто это вот момент такого стеснения. Я понимаю, да, а то сейчас тоже сразу, а-а-а, там, психологически, значит. Что-то было, да-да-да. Нет, я сразу предвосхищаю некоторые мысли и говорю отрицательно, да, не было ничего такого, слава богу. Вот, ну, возможно, да, какие-то, может быть, были там микротравмы психологические при общении с противоположным полом в детстве, там, с мальчиками, потому что они меня очень сильно, там, булили в какой-то момент. Ну, это было, ну, это в школе было, господи. Ну, это все профессии. У всех так, ну, возможно, это переросло в какую-то вещь, но, да, мне нравится, когда больше женщины мне массаж делают. Пусть у них руки мягче. Да. Вот, а мне, я не люблю, когда мне, ну, сильно больно делать. Хорошо. А с этим мы разобрались. Скажи, пожалуйста, как ты, где ты себя видишь через пять лет? Где я себя вижу? Ну, в смысле, в профессии. А что ты делаешь, вот, по жизни через пять лет? Ну, сильно свои планы какие-то заветные я не буду рассказывать, ну, скажу так, что я себя также вижу в преподавании, я хочу это масштабировать. Я вообще хочу в масштаб жесткий уйти, в жесткий масштаб. Да, вот, я потому что сейчас активно, ну, во-первых, я работаю сейчас с мышлением, и плюс я в терапии нахожусь, в психотерапевтических всех этих вещах, вот, и могу сказать, что какие-то мои комплексы и какие-то мои зажимы, они постепенно ослабевают, и некоторые вообще начинают устраняться. Вот, и сейчас я понимаю, что, в принципе, сила во мне преподавательская имеется, причем достаточно такого нормального масштаба. Почему? Потому что вот я даже заметила, что просто смотря на человека, даже не на своего ученика, я могу увидеть какие-то мелочи, которые в дальнейшем ему помогут. И даже это доказано. Был у меня несколько случаев, когда я человеку что-то говорю, вот, поработаем, по моему мнению, над этим, он уходит, потом говорит, блин, спасибо, я реально поняла, что там у меня был, типа, момент такой. Я не знаю, может быть, у всех так, конечно, но сейчас я это в себе раньше особо не... Не то, что не замечала, я как будто бы не позволяла это, ну, как-то выделять. Вот. Всю, может, какой-то скромности и так далее. А сейчас я поняла, да, жопу, эту скромность. Господи, сейчас это все наше воспитание, вот, когда родители Советского Союза нам, дети Советского Союза нам говорили, что девушка должна быть скромной. Господи, я же все по факту говорю, да, я людям не втюхиваю ничего, я им, по сути, помогаю, почему же я тогда должна про это молчать. Вот, я когда это поняла, относительно недавно, кстати, я подумала, боже, ужас какой. И поэтому сейчас я поняла, что, в принципе, то, что я даю, оно очень многим людям может помочь. Почему? Потому что я их реально обучаю, а это как бы не просто голословно, я это вижу уже на многих людях, вот. Я их реально обучаю, даю какие-то секреты стиля, и не только стиля, но еще в ощущении тела своего. Я не скажу, что там я какие-то суперинструменты использую, там, телесно ориентированные. Нет, ни в коем случае, да, я говорю больше просто про движение и про понимание движения. Вот. И я вижу результат. И я просто понимаю, что таким образом люди, даже которые считают, что им не дано, или люди, которые уже достаточно взрослые для старта своих занятий танцами, что им тоже возможно. И, короче, я поняла недавно, ну, не недавно, ну, относительно недавно, что танцевать могут научиться все. Просто кому-то дано на это вот столько времени, ну, да, для какого-то результата, а кому-то чуть больше. И вот самое важное еще, помимо того, что ты обучаешь еще дать понимание, чтобы человек не обращал внимания на успехи других в негативном плане, ну, в отношении себя. Потому что у каждого свой путь, и все вот эти красивые фразы по поводу того, не сравнивая свое начало с чем-то середин, это все, конечно, прекрасно, но люди это слышат, но не всегда понимают. А когда ты работаешь непосредственно с человеком и даешь ему какие-то инструменты, и даже малейшие положительные моменты он в себе замечает, это его мотивирует больше всего, больше всего. И тут самое важное, вот этот момент увидеть и подсветить. И очень важно еще увидеть, что его стопорит, и тоже подсветить, как это исправить. Вот. Но это, опять же, относится к тем, кто готов в симбиозе работать, и кто реально готов работать. Слышать, наверное. И делать. Потому что есть люди, которые просто жалуются, что ничего не дано, ничего не делают, ну, естественно, ничего не получится. Это же все-таки танец, это физическое действие. И чтобы овладеть, нужно простроить новые нейронные связи, тело как-то подготовить, да? А люди хотят сразу, типа, ты пришел на занятия и сразу, что у тебя должно получиться, и расстраиваются. Но невозможно. Ну, да, мне кажется, это в любом деле невозможно. Нужно везде простроить нейронные эти связи. Да. А скажи, про масштабирование. Ты вот как хочешь, больше учеников или студию танцев, или сеть студий танцев, или какой-то фестиваль? Вот в чем конкретнее этого масштабирования видится? Ну, я хочу продвигать свою философию относительно этого стиля. То есть, я точно знаю, что она немного отличается. Неразительно, естественно, но есть такие нюансы, которые озвучиваю я, и там, например, вижу, что не все озвучивают. Кто-то, может быть, озвучивает, я просто не знаю. Да, я не могу утверждать, что никто, ни в коем случае, потому что я всех не вижу все равно. Вот. Но все равно я вижу, что это не особо активно проговаривается, ну, какие-то моменты. И я понимаю, что я хочу большему количеству людей это предоставить, чтобы они меня, ну, видели, слышали. Ну, там, конечно, их выбор, будут они это применять и будут прислушиваться. Я тут уже не имею влияния. Вот. Но хочется, чтобы, как бы, они меня видели, чтобы я была в поле, и они понимали, что это есть, и, в принципе, они могут этим воспользоваться. Вот. И плюс, чтобы они понимали, что при освоении какого-то стиля, ну, или вообще, в принципе, танцев, вот эти все негативные установки, ну, про них тоже многие говорят, они на самом деле реально негативные и порой даже неадекватные. Вот. И когда ты грамотно мыслишь и грамотные инструменты используешь, плюс даешь себе время, то есть запасаешься терпением и трудишься, то у тебя по-любому будет результат. И причем очень неплохой. Вот. Потому что я поняла, львиная доля успеха, это еще и мышление. Конечно. Это еще и грамотная просто методика работы. Ну, то есть это больше классов, больше учеников, правильно, пока что на ближайшие? Да даже, может быть, не больше учеников, там. Качество, да? Качество, да. Мне важно даже не количество действительно, а качество. Но если больше людей обо мне услышат и увидят, может быть, больше людей придут и начнут качественно заниматься. При этом я не утверждаю, что там многие некачественно дают. Я говорю про себя. Хорошо, что я просто предвосхищаю эти моменты. И я не хочу, чтобы люди подумали, что я как-то себя превозношу. Я просто говорю про свои вот эти позитивные умозаключения по поводу своего преподавания. При этом, как бы, это просто не связано ни с кем. Просто я вижу, что это капец помогает, что это помогает мне, моим ученикам. То почему бы не помочь другим? Вот. Поэтому я хочу масштабироваться. Ну, вот как бы внести свой... Вклад в стиль. Вот в свой такой. Потому что у тебя действительно, ну, как я вижу, то есть он в свой. Я тоже не могу сказать, что этот фреймап, который дает Настя Юранцева. Конечно, он влечается. То есть он... Ну, лично мне нравится даже где-то местами. Ну, мне вообще все нравится. Мне все танцы нравятся, опять же. Мне нет. Нет, в том плане, что много ярких танцоров, да, и кто-то, понятно, каждый двигается по-своему. Вот. Но мне нравится, да, что ты вот стала какую-то свою вот эту пластику, ну, вейвинг, наверное, то, что ты увлекаешься этим. Оно прям вот дает вот эту вот всю картинку, флоу вот это вот. У меня, видимо, предрасположенность к такому движению, потому что я его интуитивно ощущаю. Вот. Есть какие-то моменты интуитивные, которые я раньше делала, а потом начала заниматься какими-то вещами. И это все только усилилось и приумножилось. Вот. Но я согласна, что это я тоже действительно совсем недавно призналась наконец себе, что мой стиль действительно отличается, и он действительно уникальный. Просто для меня это было как-то, ну, невозможно громко сказано раньше. Вот я прям стеснялась. Сейчас я поняла, чего стесняться, это факт. Но каждый вообще уникальный человек, это факт. Да, 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 это факт. И вот поэтому я вижу, что многие сейчас пытаются искать себя, и меня это невероятно радует. Но при этом все равно очень много у нас девчонок, которые танцуют как кто-то. Ну, это нормальный путь, этап такой, да? Это нормальный этап, если ты начинаешь. Начинаешь, да? Да, ну просто ненормальный, если ты уже давно танцуешь и все время как кто-то. Для меня это ненормально, это значит, человек, как будто бы он не понимает себя, и либо не хочет, либо не понимает, как вообще в принципе себя чувствовать. Ну, может и не хочет, может вот он видит какую-то картинку, да, у другого, он хочет под нее, ну, впрыгнуть в эту картинку. Да. Ну, как бы это его выбор. Это его выбор, действительно, это его выбор. Я просто такое не приветствую, и я не хотела бы быть такой. Вот, плюс мне, ну, мне нравится видеть таких более оригинальных исполнителей. Вот, но, конечно, это его выбор, и у каждого свой путь. Я не могу ни в коем случае никому ничего говорить. Но просто мое мнение, что лучше уникальное свое какое-то самобытное движение, нежели когда ты повторяешь за кем-то. Причем я говорю сейчас не про движение базовое, какие-то концепты, которые все используют, а про какую-то даже вот манеру, подачу какую-то, да. Вот просто стиль человека. Все равно он у каждого уникальный, да. А есть люди, которые берут и просто под копирку за кем-то повторяют, такое мне не нравится. Ну да, ну то есть ты как бы учеников на своих классах тоже не подбиваешь, чтобы они делали вот прям четко, как ты сказала. Не подбиваешь. Ну стараюсь, по крайней мере. Ну чтобы это было технично, но не... Да, я говорю какие-то советы по технике, по правильности исполнения движений, по правильности исполнения движений, вот, по технике безопасности, но манеру каждой своей. Я говорю, даже если вы отклонитесь чуть-чуть там от моей хореографии, я ногу, например, веду вот так, а вы поведете, не знаю, вот по полу, меня это вообще не волнует. Ну делайте, пожалуйста. Да, мне просто, ну как лично мое мнение, нравится вот этот твой стиль, немножко более такой плавный. Ну, наверное, потому что у меня тоже в теле оно больше сидит. Я была на классах Насте Юрасовой, и там, конечно, у меня был взрыв мозга. Мне тоже тяжело. Очень интересно, но я понимаю, что моему телу это просто не из-за того, что там много движений как бы нет, а вот просто сама вот эта подача и нервный импульс, он другой. Мне тоже тяжело было. Ну там просто нужно больше времени для разучивания лично мне, но в целом, когда ты поймешь, точно запомнишь порядок движений, что на что делается, и все, ну, как бы, скажем, логику, вот, становится, в принципе, комфортно. Вот, вот, чисто мне кажется, тебе сейчас некомфортно, потому что была один раз, а если бы ты походил какое-то количество времени, то тебе бы стало бы вообще нормально. Вот, плюс, ну, естественно, есть момент, ну, хочешь ты этого или нет, но в любом случае, мне кажется, вот даже если тебе что-то не получается, нужно просто время, чтобы освоить этот момент. Ну, я скажу так, я у Насти была тоже там несколько классов, вот уже в нынешнем времени, мне было тяжеловато, мне было тяжеловато, во-первых, по ощущениям я в какой-то панике находилась, да, просто он мне казался, я не успеваю так быстро соображать, как она, вот, то есть она в моменте успевает подумать, вот тут, 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 а ты такой, только вот одно движение, она уже три движения сделала, и ты такой, огос. Господи, да, вот, но в целом, вот помню, в прошлом году я ездила в лагерь, и я поставила себе челлендж, ходить на классы и учить хореографии, потому что у меня было ощущение, что я не умею учить хореографии других, да, у меня память плохая, у меня было такое, реально такое ощущение, оказалось на самом деле, нифига, нормально я все учила, и даже у Насти выучила, я вообще обалдела. Вот, но мне кажется, это уже еще работа с движением дает мне понимание, вот даже сейчас я на новой стиле, кстати, хожу, и мне легче осознать движение, я понимаю, что я его еще не делаю идеально, но я вижу, что я его быстрее там ловлю, чем кто-то, только лишь потому, что я понимаю, что я делаю, я понимаю именно биомеханику и связь вот эту, да, и я ощущаю тело свое, свое, свое личное, не педагога, а именно свое. Вот, и мне это дает какой-то вот, не знаю, трамплин лучший. Вот, и я сейчас же еще активно продвигаю вот эту телесную осознанность, ресурсную, телесную ресурсность. Вот, это про мобильность суставов, ну, короче, про пластику тела, про пластичность. Вот. И, соответственно, я вижу, что когда человек начинает вот вникать в эти нюансы, ему проще потом реализовывать телесно вещи, телом своим реализовывать какие-то вещи, вот так. И, блин, это очень вдохновляет, и поэтому вот я говорю, я хочу масштабироваться, чтобы большее количество людей об этом узнавало. Вот, потому что это действительно помогает. Там даже, знаешь, я просто кому-то одну фразу сказала, человек уже изменил целую часть своего танца только лишь потому, что он детальку одну поменял. Ну, пример грубо, работает грудным отделом, но происходит работа не грудным отделом, а поясницей. Это и визуально смотрится не так, плюс это небезопасная поясница. Ну, да, вот эта проблема с грудной мочью, не у многих я вижу, но его же нужно разработать. Да. Вот. А для того, чтобы его разработать, нужно, вот я всегда тоже говорю своим, два упражнения, но ты их делай, и у тебя грудной, ну, начнет... На самом деле, там много разных подходов. Во-первых, еще нужно понять причину. Ну, да, бывает. Бывает, это вот такой психологический зажим, и там, естественно, могут помогать даже какие-то психотерапевтические вещи. Плюс, может помогать там работам непосредственно с этим отделом, именно физическое. А может в совокупности это помогает. Да, ну, короче, а может быть там грудной вообще зажат, потому что там неправильно вес человек распределяет на стопе. Там очень много может быть причин. Самое важное это просто, ну, понять, работают ли те методы, которые ты сейчас используешь. И если нет, то, возможно, можно что-то внедрить еще дополнительно, чтобы исправить и разработать. Да, конечно, потому что бывает человек просто, ну, не осознает, что нужно поработать. А бывает он осознает, но не может, потому что он у него пока что монолитом, да, стоит тут. Да, да, да. Нужно разобраться, почему. Ну, вот зажатый грудной отдел на самом деле это, ну, прямо, я бы сказала, большой тормоз в танцевальном развитии. Да, в любых почти стилях. Да, да, нет, это во всех стилях. Ну, да, да. Потому что вот особенно в современных стилях, хотя нет, в классике тоже, потому что мобильный верх, мобильный плечевой пояс, грудной отдел, он создает вот как раз-таки 90% визуальной составляющей пластичности твоего тела. Зажатый грудной отдел, все, сразу у тебя, скорее всего, зажмется и плечевой пояс. Это и постановка будет у тебя вот какая-нибудь такая, да, плюс у тебя все лимиты, они укоротятся больше даже, чем в два раза. То есть там ни о какой свободе речи не идет. Вот, и поэтому многие, проработав только грудной отдел, они уже видят огромное улучшение в своем танцевальном развитии и визуальной составляющей своего танца. Вот, поэтому такие вещи вот, вот как раз-таки вот этим стоит заниматься дополнительно прямо точно, однозначно. Да, потому что это работа над пластикой. Вот, а еще самое важное, что люди должны, и не все понимают, и вот как раз к слову сейчас пришлось, что занятия могут быть разные. Танцевальные занятия, это не только про хореографию или импровизацию. Ну да, учим, танцуем, там, по-моему, заниматься. Да, могут быть разные работы над техникой, работа над стабильностью, работа над партерной там составляющей, работа над силовой составляющей, работа над запоминание, работа на креативное мышление, работа на импровизацию, это вообще отдельная вещь, отдельный мир. Работа над постановкой хореографии, работа над, ну, просто запоминанием хореографии и так далее. Это просто дофига и больше. Да, а не только выучил хореографию и такой, типа. К сожалению, ну, так не все могут научиться танцевать. Есть люди, которые могут, но чаще всего, наоборот, нет. Ну да, то есть тут уже много, очень многогранный открывается мир, в принципе, ну, как и в любой области, когда уже мы заходим, да, копаем, то там, естественно, много всего-всего. Да, есть же прекрасные исполнители, но они более слабых, как хореографы, да. Да, 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 конечно, это разные вещи. Это разные вещи. И педагоги, это разные. Да, и исполнитель, педагог, постановщик, тоже это вот все. Еще есть репетиторы. Еще есть, да, как бы тренер, да, который вот именно тебя тренирует. Да, да, да. Да, это вообще вот все-все-все разное. В общем, много тем, говорить можно долго, но сегодня, я думаю, что мы уже затронули много тем, мы будем закругляться. Спасибо тебе большое, что выделила время, затронули интересные темы. Ну, очень интересно с тобой было пообщаться, очень приятно. Надеюсь, не первый раз, не последний, да, точнее первый, но не последний еще подкасты. Может, получится состыковаться. Обязательно. Запишем, потому что здесь реально, ну, я как бы знала, что многое можно о чем говорить, вот. Ребята, пишите, что вам конкретно еще интересно осветить вот в таком танцевальном мире, в мире по теме стрипа, да. Конкретно, может быть, у Баины интересно что-то спросить. Пишите, все будем читать, комментировать. Спасибо тебе и до скорых встреч. Всем до свидания. Всем пока.